Похоже, что довольно скоро казанцам не надо будет ездить в Москву для того, чтобы попробовать бигмаки и гамбургеры. Администрация города совместно с представителями компании Макдональдс уже определили места, где появятся две фирменные закусочные. Работу планируется завершить в будущем году. В ближайшем будущем в городе появится ряд общепитов сети Макдональдс. Фундамент первого ресторана на 220 посадочных мест уже заложен на улице Баумана. И в начале этого года мы подписали соглашение, по которому обязались открыть первое предприятие. Оно будет открыто в начале следующего года. Первый ресторан Макдональдс в России открылся в Москве в 1990 году. В течение 90-х компания агрессивно завоевывает российский рынок. В 96-м перед американским фастфудом пал Санкт-Петербург. В 97-м Нижний Новгород. В 98-м Ярославль. В этом же году первый ресторан сети на улице Баумана начинают строить в Казани. К нам в редакцию сегодня позвонили зрители и сообщили, что на территории строящегося кафе Макдональдс происходит что-то неладное. Строители суетятся возле перевернутой техники. На место происшествия отправилась наша съемочная группа. Не совсем удачно началось строительство Макдональдса. На территории стройки произошло ЧП. Строители отказываются комментировать происшествие, ссылаясь на отсутствие начальства. Рабочие ждали некого Сергея, без которого пускать нас на территорию стройки категорически отказались. А когда начальник-то будет вообще? Таким образом мы остались по разные стороны забора. Но из улицы был виден кран, который опрокинулся на строящееся здание. До сих пор нет ответа. Так что же все-таки произошло на этом объекте? Почему даже по телефону нам отказывали в ответе? Орел неизвестности порождает много вопросов. Один из них, а были ли пострадавшие в сегодняшнем ЧП? Наши правительства поддержало строительство ресторана Макдональдс действительно только морально. Но этого американцам было достаточно. Они получили место на центральной улице и соседство с национальным банком. На улице Бауна, вы, наверное, заметили, сами у нас не так много объектов такого быстрого питания здесь, чтобы можно было обслужиться. Потом этот район очень притягательный для всех студентов. Кругом высшее учебное заведение, большое движение людей. Причем очень интересные условия для детей даже. Каталочки для маленьких детей специальные. Ну давайте! Давайте биг-баг! Открытие состоится уже через год, 29 апреля 99-го.